Уже 8 лет как игорный бизнес в Украине вне закона, но несмотря на это вывески лото и национальная лотерея встречаются во всех городах и в больших количествах. Стоит ли говорить о подпольных интернет казино? Их тоже, к сожалению, немало. Вот только непонятно, то ли правоохранители стараются недостаточно хорошо, то ли наши предприниматели умудряются открывать запрещенные заведения чуть ли не каждый день. А может и то и другое? Сегодня мы видим, что игорный бизнес процветает, что он уже занимает такие большие площади, что хлебные магазины занимают меньше. Очевидно, что какое-то противоречие в нашей стране, уровень жизни падает, а игорный бизнес растет. Депутаты понимают, что на протяжении 8 лет доходы от нелегальных покер-клубов и казино идут мимо государственной казны. А ведь это миллионы, если не миллиарды гривен. Понимают это и в МВФ, для которых на первом месте все же стоят гарантии возврата выданных ими кредитов. Чтобы деньги перестали утекать в неизвестном направлении, в Международном валютном фонде предложили легализовать игорный бизнес. Но с четкими правилами игры. Игорный бизнес нужно как можно быстрее легализовывать. Он должен быть под жестким контролем. Там должны быть более высокие ставки налогообложения, чем для другого бизнеса. Чтобы капитал не переводился не в игорный бизнес, а оставался в реальной экономике, в промышленности, в производстве. И если штрафы должны быть тоже достаточно высокими. То есть зашел ребенок в игорное заведение, хозяева не проследили, должны быть оштрафованы. Не заплатил налоги, штрафы должны быть достаточно высокими. На этическую сторону вопроса каждый смотрит по-своему. Но все знают, что тот, кто ищет, всегда найдет. Тем более в мире существует множество удачных примеров легализации игорного бизнеса. Мнения чиновников по этому поводу пока не ясны. Они не спешат открывать карты, ведь ставки очень высоки.